На этом коротком уроке я опять расскажу немножко, переведу немножко из книги Кедуша Тлеви к Пуриму. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, созвучения всех раненых и больных. Как мы на предыдущем уроке видели, там была такая сложная довольно тема, и каббалистическая в том числе, насчет устной и письменной торы и связи между ними. И он продолжает. Это известный вопрос Хазаль, что, как говорится, когда было дарование торы, откровение Синаи, это с небес ли шло или с земли? Что в одном месте написано, вы услышали голос Всевышнего с небес, в другом месте написано, дальше там же написано Аль-Хаарец, на земле. И наши мудрецы сказали, что, каббалисты, во всяком случае, сказали, что письменная тора называется небом здесь, да, письменная тора, так же как небо, не меняется и просто дает какие-то, ну вот как с неба приходит свет, дождь, но это как понемножку чего-то приходит с небес. А на земле уже нужно работать. И так же связь между устной и письменной торой, что письменная тора, она дает как бы, как крупица информации, как источник, как корни, так сказать, каждой заповеди, а уже развивается все с помощью устного закона, который связывается, который сравнивается с землей. Тора Шабальпе, Некра-Арец. Так же пишет и Бильнинский Галон, и многие другие. И вот насчет этого сказано, что Вя-Ар-Хаарец на земле он показал тебе, что имеется в виду, что Всевышний дал устную и письменную тору таким вот образом, что то, что с небес это письменная тора, а с земли это устная. И это то, что подсказали наши мудрецы, когда увидели, как говорится, все концы земли и спасение Всевышнего. Это стих из Техилым, из Псалмов. Это во время Мордыха и Эстер. Имеется в виду, когда спасение было через получение устной торы, как он написал уже в предыдущем отрывке, который я на предыдущем уроке перевел. Это когда, да, во время Мордыха и Эстер, когда была устная тора принята еврейским народом. Тогда они приняли с убовью устную тору, и это называется, и поэтому называется Мигила Тестер, Мигила. Почему называется Мигила, да, что от слова говорит, да, он здесь Мигилу понимает не как свиток, а как Нидгала. Хей, Мигила, как бы Мигалэ Хей, видимо. Хей, буква Хей, которая последняя буква имени Всевышнего, которая связана с устным законом и со сферой Малхут. Он хочет сказать, что Мигила, как бы Мигил Хей, да, открылась Хей этим, открылась буква Хей, то есть устная тора. Окей, еще один отрывок. Сказал царь Хашвирош, и сказал он царице Эстер. Почему дважды сказано это в конце книги Эстер, еще он вдруг дважды и говорит. Первый раз, говорят наши мудрецы, это в Талмуде, в трактате Мигила большинство подобных комментариев, хазаль к книге Эстер, значит, говорят наши мудрецы, что сначала он ее искал через переводчика, а потом напрямую стал с ней общаться второй раз. Есть разное объяснение этого утверждения хазального. Автор дает объяснение согласно писанию Моризаля, почему говорится, что нужно в празднике приходить к своему раввину. Потому что тем, что смотришь на своего раввина, на праведника, ты каким-то образом получаешь часть как бы святости. Близко быть к праведнику и улицезреть его, это тоже часть святости. В Зухаре есть подобное насчет того, чтобы приходить к Рабишиму Барьюхаю. В общем, идея такая, что когда смотришь на праведника, тебя озаряют тоже немножко святостью. Так вот, Акашвирош до этого никогда ничего хорошего не хотел для еврейского народа. Как известно, наш мудрец считает, что он еще больше хамана нас ненавидел. Но теперь впервые он что-то хорошее сказал и сделал для еврейского народа. Когда он увидел, когда он стал говорить с Эстер напрямую, это как бы его озарило немножко. И сделало его совсем другим человеком в каком-то смысле, в любом случае, на время. И в этот момент он был готов что-то сделать для евреев. И еще он говорит, что почему Эстер вообще сделала эти трапезы. Она пригласила Акашвироша дважды подряд на трапезы, которые она сделала. Это говорит, потому что первое чудо, когда Акашвирош в результате отделался от царицы Вашти, произошло через трапезу. Поэтому сделала Эстер еще одну, теперь трапезы, надеясь, что снова произойдет чудо. Еще один небольшой отрывок я переведу. Он говорит, что во втором переводе на арамейский, есть у книги Эстер два основных перевода. Второй называется так называемый Таргумшини, он уже его цитировал. Это не то, что даже перевод, а скорее комментарий с множеством-множеством историй. Так говорит, что там сказано, что Хаман попросил у Мордыхая, чтобы его не вешали, а убили. То есть даже когда человек уже повинен смерти, но все равно ему предпочтительнее, чтобы его, во всяком случае, убили более уважительным каким-то путем. Потому что повешение, это всегда считалось, видимо, особенно позорный способ закончить свою жизнь. Кстати, известно, что 10 нацистов в конце, после Второй мировой войны, которых осудили на повешение, тоже апелляцию подали, чтобы их расстреляли. Не хотели быть повешены, но их все равно повесили. Говорят, вот с тех пор, как Раби Вайсмандал заметил, что три маленькие буквы написаны в столбике, где описываются смерть сыновей Хамана, 10 сыновей Хамана, которые были повешены. Там три маленькие буквы составляют год, когда были повешены нацистские преступники. Тавшин Зайн, такая вот интересная подсказка, 10 других сыновей, так сказать, духовных сыновей Хамана, Гитлера, которые были повешены. Но, во всяком случае, повешение это действительно не такой уж стандартный способ, и, во всяком случае, только определенного типа грешники перед царем их через повешение убивают. В всяком случае, нацистские преступники считали, что они просто обычные военные преступники, и поэтому их следует расстрелять. Так вот, говорит он, что в Таргум Шини сказано, что и Хаман хотел не быть повешенным, потому что, говорит, Сар Хамелех, важный офицер у царя, неправильно будет его повесить. Его нужно просто убить, так сказать, в каком-то, незаметном. Повешенное тело потом еще висит, и всем это на обозрение. Хаман не хотел таким образом закончить жизнь. Поэтому, говорит, хотел, чтобы его убили другим каким-то способом, а не вешали. А Мурдыхай как раз хотел... Я не очень понял, потому что, вообще-то, решение повесить Хамана было сделано Хашвирошем. Может быть, Таргум Шини... Я не смотрел в Таргум Шини, он очень длинный, я не стал проверять то, что он цитирует. Может быть, каким-то образом он считает, что у Мурдыхая можно было его просить. Когда у Хамана было время просить у Мурдыхая, я не знаю. Но, во всяком случае, Мурдыхай не хотел, чтобы Хаман как раз был убит тихо и незаметно, а хотел, чтобы он был повешен, чтобы все знали, что все, что он сделал, все эти декреты против еврейского народа, чтобы все это было аннулировано позже. Он же понимал, что, как на самом деле в книге СТ же описано, что после смерти Хамана ничего, в общем-то, для евреев еще не изменилось, потому что декрет Хамана все еще действовал, просто было время, почти целый год, Хаман был повешен в Ниссан, а декрет возымеет действие в Адар почти через целый год. Но собирались все антисемиты убить евреев в этот страшный день 13-го Адара, как ожидалось. В этом плане декрет Хамана никуда не делся. Поэтому Мурдыхай уже тогда готовился и знал, может быть, имеется в виду не Мурдыхай, а Эстер здесь. Но в этом случае они знали и готовились к тому, что, чтобы аннулировать декрет Хамана, нужно, чтобы все знали, что то, что сделал Хаман, это было за спиной царя сделано. Поэтому нужно было его повесить публично, чтобы все видели, что он бунтарь против царя, что царь повелел его повесить. И поэтому все, что он написал, все его послания во все провинции Персии, это все было сделано им самим без воли царя. И они не действуют. На самом деле я уже рассказывал, как объясняет вельницкий Гаон, что Мурдыхай фактически послал с теми же концами, когда они вернулись, новое послание, которое почти не изменилось. Нусор был такой же, как у Хамана, только одно слово добавил, как будто предыдущее послание была ошибка переписчика. Что в нем отсутствовало слова ойвей, враги евреев. Вместо того, чтобы убивать евреев, ягудин, иудеев, то появилось, наоборот, слово враги евреев. Что в этот день всех амарикитян и других врагов евреев, которые хотят нас уничтожить, что всех их можно будет казнить. Поэтому во многом у Мурдыхая не было особенного выбора, какой именно Нусор написать. Он хотел показать, как будто письмо то же самое, просто исправлена одна единственная ошибка, а именно пропущенное слово добавлено назад. И на этом я на сегодня закончу. И урок посвящался для безопасности на земле Израиля, чтобы опять спас Всевышний свой народ от персов и всех их прокси, которые со всех сторон хотят нас уничтожить. Основной спонсор сегодня опять Персия. Спонсор терроризма и спонсор... Некоторые люди думают, что на самом деле Иран только против Израиля. Но Иран против евреев всего мира до той или иной степени. Потому что разные теракты, которые и в Аргентине, и в Европе, и в других местах, это все делается через спонсорство Ирана. И сейчас только вот вышла очередная информация, что в Европе собирались сделать теракт, и оказалось, что эти люди работают на Иран на своих спонсорах. Причем интересно, что люди Ирана, так же как тогда, большинство людей Персии были похожи за евреев. В любом случае они не были против евреев, не были антисемитами. Это только определенная группа, которая имела определенный контроль, и в том числе Хаман и его дети. Они хотели уничтожить еврейский народ. И так же и сегодня. В общем-то, большинство иранцев, они за Израиль, за евреев, и никакой проблемы между евреями и персами у нас нет. Проблема с государством, с теми, кто на верхушке находится, на верхушке правления. Надежда, что удастся их уничтожить и скинуть, и это будет хорошо и для народа Ирана. Чтобы Всевышний нам помог в эти дни, как тогда. И чтобы все заложники вернулись живыми, и чтобы все раненые были излечены, и чтобы наступил настоящий мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова